Сегодня четверг, мы сейчас хотим снять видео, поболтать, то есть это все будет в одном видео. Мы хотим поговорить сегодня, ответить на вопросы, сделать такое видео, которое, как раньше мы снимали, нам просто предложили, верните вот эту вот тему, когда вы вдвоем сидели, что-то рассуждали, что-то говорили, и я попросила задать какие-то вопросы, и я их получила, спасибо огромное, и сегодня вот на какие-то вопросы мы ответим. Самый вопрос интересный был, да, по поводу, чем отличается наша жизнь здесь и когда мы живем в России. В бытовом плане в том числе и особенно. Именно, да, в бытовом плане, поэтому чисто будем сегодня говорить на эту тему, наверное, скорее всего, поэтому поехали. Работаем. Приехали в парк, смотрите, сколько рыб. Вот девочки-то не видят. Раз, два, три, камера, мотор. Так, сегодня ответим на вопрос, очень интересный такой, объемный. Расскажите про отличие вашей жизни в РФ от жизни в США в быту. Например, поход в банк, стирка белья, взаимодействие родителей со школой, техобслуживание автомобиля и т.д. Именно по сравнению с тем, как у вас было в РФ. Но, ну, даже чуть шире можем ответить, наверное. Вот. Надеюсь, хорошо слышно нас. Да. Мы в парке. Микрофонов нет. И здесь 75-я трасса, дорога, куча машин. Это единственное классное место, которое мы сегодня могли найти. Как мы жили в России? Вот, отмотаем лет семь назад. Изначально жизнь немножко отличалась от той, что сейчас имеем мы. Семь лет назад у нас был трехэтажный дом. Мы жили в трехэтажном доме. Большой дом. Сколько он там? 300, 250, 300 квадратов. Свой, не ипотека. Да. И в том числе был такой даже промежуток в нашей жизни. Когда особенно... Ну, это, в принципе, дом у нас появился тогда, когда девчонки родились. И мы хотели вообще успеть дом достроить, чтобы девчонки с роддома их привезти туда. Но мы чуть задержались. Но через несколько месяцев они все равно туда уже переехали. И первое время у нас в доме, ну, во-первых, тетушка одна помогала нам по хозяйству. Плюс няня была, помогала с девчонками. В принципе, ну и дети у нас ходили в частную школу. Ездили в частную школу. Соответственно, был также еще и водитель. Вот. Здесь, конечно же, всего этого у нас нету. Мы живем в доме 2025 скуверфитов, что около 200 квадратов. Но, с другой стороны, и дети уже повзрослее. Да и мы, в принципе, целый день дома находимся. Вот. Это такой базовый. Теперь конкретно непосредственно касательно различных предприятий. Вот. Начнем с банка. Здесь по банку, в принципе, ну, во-первых, изначально, за 6 лет и в России много чего поменялось. Я уверен. И я, может быть, расскажу те вещи, которые, в принципе, в России это уже норма. Опять же, Россия это тоже понятие растяжимое, смотря какой город. Вот. И, если говорить про банки, здесь банки больше похожи на какое-то, не знаю, заведение, в которое ты приходишь. Тебе встречают, спрашивают, какой вопрос. Если что-то быстрое там сопровождают. Если что-то долгое, там, кого-то нужно подождать, посадят на диван, потом позовут. То есть, некоторые в банках, в России я такое тоже видел. В основном это больше как-то с бизнесом, с большими клиентами. А если говорить про рядовой избербанк, конечно же, это очереди, это тесно, много народу. Здесь в банках, ну, когда много народу, на самом деле его мало. То есть, вроде бы, как очередь, но в то же время речь про, там, 5-10 человек, не более. Вот. И таковой необходимость, на самом деле, ходить в банк нету. Где-то поначалу, когда нужно было, там, не знаю, открыть, там, первый банковский аккаунт очень давно. Но дальше все, в принципе, делается онлайн, и необходимости посещать банк нету. Единственное, как я сейчас посещаю банк, это, в основном, только по каким-то бизнес-вопросам. То есть, связанных с бизнесом. Вот. Где-то, вот, время от времени, ну, там, раз в месяц я все-таки заезжаю в банк, нужно какие-то вопросы решить. Вот. Если говорить про взаимодействие, вот, именно с позиции, как банк по бизнесу, ну, хотя это тот же самый банк, само собой, то же самое заведение, то с Россией мне сравнить сложно, потому что в России, ну, обычно у нас этим занимался бухгалтер. То есть, по бизнесу, в банк, ну, мне не приходилось ездить никогда, наверное. Вот. Касательно банка, первое отличие, ну, я уверен, что в России тоже такого формата банки есть. Это просто заведение не как привычный Сибербанк, а более такое комфортное. Ну, плюс все на автомобиле ты делаешь, если тебе нужно снять деньги, либо как-то чек там за депозитию. Банкомат, да. Это все банкомат, и ты подъезжаешь на машине, и все делаешь. Я уверен, в России тоже, может, появилось, но это очень замечательно. Драйв-ру. Да, нет, вы должны понять, что у нас информация, 7 лет назад мы сюда практически, грубо говоря, приехали. 6. И поэтому все сейчас могло поменяться, и мы не знаем, как там. Вот, поэтому это вам только можно сравнить с наших слов. То есть вы можете это понимать. И мы никак не говорим о том, что здесь что-то такое вот вообще суперсовременное, а в России деревня. Нет, конечно же, мы очень любим Россию. Самое классное и интересное, то, что все-таки отличается, это даже сейчас 100%, знаете, это, скорее всего, почта, обыкновенная почта, по которой тебе присылают все, даже могут твои банковскую карту присылать. Документы. Документы. И это почта, знаете, у меня Артемка ходит каждый вечер с ключами, проверяет ее, какую-то важную информацию, потому что почта – это все. Ну да, она работает надежно, ей доверяют. И люди даже боятся, например, в чужой ящик залазить. Ну, есть обожиданный закон. Вот, но, кстати, очень часто интересно в спам, ну, в почту приходит нам это. Картонка с рекламой. Знаете, что рекламируют? Посетить мероприятие, где расскажут о плюсах хремирования. Ну, так, на будущее. Вот, то есть, к нам раз в четыре уже приходила эта бумажка с такой информацией. Да. Вот. Интересно. То, что почта касается, это, конечно, и насколько я вспоминаю, у меня постоянно были в подъезде скрытые ящики почтовые. Либо я иногда боялась что-то заказывать, потому что я знала, что могут вытащить. Понимаете, это была такая уже стопроцентная уверенность. Здесь это, конечно, все по-другому. Вот это единственная почта, это, конечно, нечто. Это прям вот... Ну, если опять почтовые темы, ну, близко, да, то есть это, конечно же... Это, конечно же, доставка товаров. Тот же самый Амазон или там посредством других служб товар просто бросают около вашей двери. В редких случаях могут позвонить, могут постучать, но не дожидаясь вашего ответа, они тут же уезжают. В принципе, таким образом вам могут привезти заказанный айфон, заказанный айпэд, заказанный макбук, который, ну, стоит денег, но его просто вам бросят около двери в коробочке. И вас, может быть, весь день не быть дома, вечером придете, заберете эту коробочку, зайдете домой, распакуете свой новый макбук. Даже если вы куда-то уезжаете, было такое, что мы уезжали в вообще совершенно другой город, и приезжали, и у нас эта посылка лежала. То есть это нормально, это в порядке вещей. А поначалу, это когда приезжаешь, да, это немножко так диковато чуть-чуть, ощущение такое, все-таки не понимаешь еще. Кстати, чуть-чуть вот такая, чуть в сторону от вопроса. Если мы заговорили про макбук, когда вы покупаете макбук здесь, ну, на сайте Apple, вы, в принципе, можете заказать себе клавиатуру с русской, ну, русской и английской, то есть вот у Ирины, например, она покупала здесь макбук, у нее макбук с русской раскладкой и с английской раскладкой, то есть, в принципе, заказывая, вы можете указать эту опцию без проблем. Если нужно, если вы знаете хорошо английский язык, то вам это не надо. Не, ну, если все равно общаешься на русском, это, в принципе, полезно. Вот, дальше, если вернуться опять немного к банку, вот Ирина затронула эту тему, drive-thru, это вообще супер-классная вещь, это когда можно с чеками, там, не знаю, или кэш снять, вы просто не вылазите из машины, проезжая через банкомат, то же самое, как в Макдональдсе, так же и в банке, ну, так же и в аптеках вы можете этой услугой воспользоваться. Люди часто используют чеки здесь, это уже давным-давно, и это по сей день, и это нормально. Да, кстати, вот отличие от, если не самих банков, заведения, а именно взаимодействие вот этого, расчетов, помимо карт, которых неимоверное количество вы можете здесь получать кредитно, также активно используются чеки, хотя, на мой взгляд, это вообще очень небезопасная вещь. Объясняю, почему. Вы рассчитываетесь чеком. На чеке, по сути, есть информация о вашем accounting number и routing number, и в теории, используя эти данные, кто-то может, ну, можно при желании воспользоваться этим. И не то, что вам переведут, а можно и забрать. И у меня, например, на бизнесе было два таких случая, когда люди при помощи моего accounting number и routing number с ним, ну, платили какую-то кредитную карту. Я, конечно, тут же звонил в банк и делал stop payment. Вот, эти деньги возвращались. Но в последний раз, когда я так звонил, меня уже предупредил, говорит, что если еще это будет повторяться, то, скорее всего, придется закрывать этот аккаунт и открывать новый с целью безопасности, потому что он где-то был скомпрометирован, да. Ну, а в чем скомпрометированный? Я объясняю, я разговариваю с ней, говорю. Ну, по сути, я рассчитываю с некоторыми людьми чеком. Соответственно, на чеке есть вся необходимая информация, и человек может ей воспользоваться, да, там, может быть, нужны еще какие-то детали, чтобы это провести. Но по факту, это, не знаю. Ну, с другой стороны, столько лет это все работает. Как ты получаешь эту чековую книжку? По мне ползают муравьи. В банке заказываю чековую книжку, будь то на личный аккаунт, будь то на бизнес-аккаунт, просто такая книжка, и на ней можно выписывать. Есть варианты для бизнеса, когда вы в электронном виде можете выписывать чеки. Вот. Далее просто через банкомат чеки можно задепозитить, а можно и через телефон при желании. Вот. Ладно, дальше какая у нас следующая струба? Не знаю, прочитайте. Ну, затронем дальше автосервис. Автосервис, мы пользовались автосервисом до того момента, как купили новую машину. Новую машину мы тоже пользуемся, но этот сервис, знаете, такой, как от дилера, и мы не платим ни копейки, машина на гарантии, просто приезжаем менять масло там, или шины меняют, и просто посидели, подождали, забрали машину, ни копейки с нас не взяли. В России как было? У нас же тоже были новые автомобили. В России были новые машины, но здесь все зависит от того, какая машина, все зависит от того, какой салон. У каждого салона просто, ну, наверное, свой подход к сервису. У нас были машины Volkswagen новая, у нас была машина Mazda новая, у нас была машина Nissan новая, и в этих салонах, в принципе, я не могу сказать, что мы там, нет, не было даже такого обслуживания, бесплатного, ну, не знаю. Всегда за что-то платили, по-моему. По-моему, да. Может, я что-то путаю, но вроде бы как не было, приходилось как-то... Все равно тебе чек какой-то расставляли. Например, первое, и по нему нужно было заплатить, то есть здесь... Опять же информация шестилетней. Да, и опять же мы не знаем, может быть здесь, при покупке машины, это все включили уже, при покупке новой машины, включили стоимость, что я там три года буду ездить, или сколько, я не знаю, до тех пор, пока меня не выставит первую цифру. Вот, я буду ездить и просто пользоваться этими услугами бесплатно. Вот. Если говорить о бушной машине, которая до этого у нас была, мы меняли масло зачастую в Walmart. Ну, вот в Walmart у наших друзей был случай, когда им по ошибке слили масло с коробки, вместо того, чтобы... Ну, потом они все это вроде как компенсировали, то есть, потому что они исправили, потом коробка вышла из строя, ну, как не вышла из строя, просто начала плохо работать, они отогнали ее уже в официальный салон, там те уже все реанимировали, и, соответственно, Walmart это компенсировал. Вот. Также мы здесь на бушной машине пользовались сервисом по ремонту. У нас, ну, приходилось там менять что-то с ходовой, приходилось радиатор чинить. Здесь мы обращались к нашим, ну, скажем так, русскоязычным, и... Либо кто-то, кто хоть чуть-чуть может разговаривать. Да, это тоже сложно сравнивать, потому что, ну, такие же деятели, они есть и в территории России, вы также с ними договариваетесь, они смотрят в своем гараже, там, чинят. Каких-то специфических различий я здесь не увидел. Понятно, что цены будут другие, потому что, ну, стоимость жизни здесь дороже. То есть, любому слесарю, который ремонтирует... Ну, например, скажи какую-то деталь, ты там, например, менял, просто скажи, сколько стоило. Ну, например... Если ты помнилась. Ну, нет, я тяжело помню, но было там, что... Ну, что-то, во-первых, детали я мог заказывать через Амазон и уже приехать с ней и за работу там отдать долларов 200-300, там, да, ну, если там сложная была поломка. Вот. Если на месте заказать запчасть, то ее могут, кстати, привезти очень быстро. То есть, они все сотрудничают от сервиса, сотрудничают с фирмами, поставляющими запчасти. И у этих фирм есть услуга доставки до сервиса. Ну, я уверен, что в России это тоже есть. Соответственно, в тот момент, когда вы находитесь в сервисе и мастер диагностирует, что у вас там вышло из строя там то-то, и он тут же находит и говорит, что это будет стоить столько-то, ремонт будет столько-то стоить, вы даете свое согласие, он тут же звонит, и эта служба там в течение, ну, в моем случае, в течение полчаса, привезла уже запчасть. Просто ездит работник на пикапе, в котором уже, наверное, какой-то ассортимент запчастей есть, ему не нужно заезжать в центральный склад, и он просто по звонку заезжает, привозит, скидывает. Но там есть, конечно, накрутка. На Амазоне вы эту запчасть можете купить дешевле, если это сделать более так. Ну, просто у меня был такой случай, когда я до сервиса доехал, вот, дергаясь. И ждать с Амазона, это означает, там, на пару дней оказаться без машины. Поэтому по сервисам все индивидуально. Я думаю, что есть хорошие сервисы и в России, есть и плохие сервисы здесь. На машине здесь постоянно мы передвигаемся во Флориде, потому что здесь, конечно же, жарко, в первую очередь. Невозможно вообще пешком ходить. Автомобиль обязательно нужен. Расстояние очень огромное, большие, даже если дойти до магазина. Нет таких магазинчиков, каких-то маленьких, да, во дворе, где можно зайти, забежать и купить молоко. Расстояние будет очень огромное, поэтому автомобиль здесь просто, ну... Нет, ну кто-то везет, бывает там около Плазы живет, можно пешком дойти. Да, такого здесь нет. Ну и раньше в России мы тоже, в принципе, никогда не ездили, а в последнее время уже очень много лет. В последнее время мы в дворовые магазины и не заходили, в основном мы ездили в какие-то крупные и, в принципе, там закупали там на неделю, на два раза там в неделю. На общественном транспорте я хотела сказать, что мы не ездили уже очень много лет. Я, если честно, уже забыла, что такое общественный транспорт, так как у нас был водитель и автомобили свои были, поэтому, как бы, сказать, что-то здесь такое новое. То есть мы как приехали, сразу же сели за автомобиль без проблем. Хотя здесь автобусы ездят, автобусы в любом случае есть, если у вас нет машины, есть автобусные остановки, где вы всегда можете добраться, до куда вам надо, есть расписание, специальные сайты этих автобусов. А я скажу даже больше, как со стороны я это наблюдал. То есть вы можете до автобусной остановки доехать на велосипеде, автобус остановится, и никто вам ни слова не скажет, даже водитель может помочь, вы свой велосипед зацепите на специальное устройство, которое есть там, не знаю, и спереди, или сзади, или и спереди, и сзади у автобуса. То есть прикрепят ваш велосипед, вы дальше сядете и будете ехать, а потом также вы его открепите на остановке. То есть нет такой проблемы, что как в автобус залезть с велосипедом. Автобусы, большинство автобусов к этому готовы. То есть они продвигают эту тему, что вы можете с велосипедом ехать на автобусе. Конечно, автобусы, там работает кондиционер. Единственное, что может напрягать, это жара. Это то, что очень такой влажный климат, поэтому это единственный может быть минус. Вот. Что еще? Какое отличие у нас есть в жизни в России? По магазинам тоже крупные гипермаркеты, они также есть и в России. И какой-то серьезный... Ну, есть отличия, связанные исключительно со спецификой товара. Если вы там приедете в Китай, скорее всего, там тоже будет определенное отличие. Просто, наверное, разность в кухне и так далее. Какой-то товар более популярен в одной стране, какой-то более другой. Соответственно, здесь есть какие-то специфические товары. непривычные нам. Но костяк продуктов необходим, он есть в любом. Если взять Publix, например, магазин, который очень рядом всегда находится, там есть, в принципе, европейская кухня. Я даже чай купила, где, в принципе, даже на русском языке написано все. Можно найти европейская, мексиканская, разная вообще кухня. Абсолютно не так много будет, но разнообразие все-таки есть. Можно что-то приобрести. Так что разнообразие в питании как бы проблем вообще нет. Одно магазинчике, недалеко от дома, в Publix, в первую очередь, вот можно найти. А там уже, если хотите, то, конечно же, можно уже куда-то выезжать. Эти магазины, гипермаркеты, они находятся гораздо дальше от дома. В любом случае, минут 20-25 нужно будет ехать на автомобиле и там уже нужно приобрести другой товар без проблем. Можно затронуть школы, например, отличие школы. Как я вначале сказал, наши дети, в принципе, София, может быть, еще там первые 2-3 класса застала, а все все остальные классы и также Тимофей, они учились в частных школах и, соответственно, это уже немного отличие от обыкновенной школы. Хотя, я не знаю, я с ностальгией вспоминаю свою обыкновенную школу в моем детстве, но, наверное, тогда были и другие времена. Тогда все было по-другому. Здесь же общественная школа обыкновенная. Ну да, конечно же, мы не селились ни разу, где школы с рейтингом 2, рейтингом 3, такого у нас не было. В основном, это, не знаю, семерки, восьмерки, девятки. И эти школы, наверное, по... Не знаю, мы не видим, что они хуже частных школ в России. Оттянем там какие-то... Образования? В плане питания еще момент, а в плане образования и насколько уделяют детям внимание, вот, наверное, в принципе, это не хуже частных, хотя это простая бесплатная школа. Давай вспомним нашу частную. Вот спрашивают же нас, как у нас. Да, одна частная школа у нас была у Софии, в нее ходила только София, Тимофей ее не застал. Это была самая крутая школа в нашем городе, крутая, с позиции самая дорогая и с позиции туда, наверное, вся такая богатая элита ходила. И мы как-то там затесались. Как-то, не знаю, как-то мы затесались. Да, то есть... Получилось так, Соответственно, там, я как это называю, были ненужные дети. То есть, в нашем случае мы реально затесались, а вот в другом случае папа-мама где-то в Америке полгода живет, ребенок с бабушкой, они его запихнули в частную школу дорогую, и вот он, водитель его привозит, увозит, и вот он так-то живет. Ну, в некоторых случаях, наверное, не нужные никому. Ну, это частные, наверное, случаи, но в большинстве директор задвигала требования какой дорогой подарки подарить там на какой-то праздник. Какой-то момент на линейке первого сентября она посвятила, наверное, минут 15 первых, высказывая свое недовольство, что какой-то из родителей с ней не поздоровался, не поздоровался, да, то есть, вот, это просто я пытаюсь сравнить подход, да, то есть, вторая школа была у Софии, и Тимофей ее застал с первого класса, это было, наверное, идеально, это, знаете, такая утопичная школа нашего детства, где там вообще все, не знаю, директор, у него коняшка, директор, летают там феи, и кругом бегают пони, вот так это выглядело, там была такая душевная обстановка на первое сентября, это тоже частная школа, тоже платная школа, и там тоже определенный круг богатых людей, но она, наверное, по уровню, ну, на втором месте, а мы туда пошли не из-за того, что там как-то хотели сэкономить, а в первую очередь, что вот нас вот именно зацепило вот этот подход, но там все держалось за счет директора, в первую очередь, который эту атмосферу и создал, вот как Ирина говорит, к нему заходишь в кабинет, у него нет там дорогого дивана, у него там коняшка для того, что ребенок посидел, какие-то фотографии своих выпускников, то есть он так это рассказывает, с такой душой, потому что ребенку дорогой диван-то не нужен, хотя, не знаю, каким детям, конечно, но в основном они это не так ценят в этом возрасте, а там какой-то вот все, да, предыдущая директриса, ей роскошь давая, там и так далее, то есть вот у нее даже какое-то требование уже было, а не просьба, вот. Вот смотрит она тебе сейчас, скажите? Да, она не смотрит, вот. Темка, ах ты, темка. Но зато, когда мы с первой этой школы уходили, к нам послали, меня там окучивали несколько учителей и расспрашивали, может вы все-таки передумаете, а почему вы уходите, это просто такая обработка была, что я, наверное, я в какой-то момент мог сдаться и не уйти, но у меня было задание четко забрать документы ребенка, а мне их не отдавали, мне вот пытались она, директор, то подошлет одного учителя, то подошлет другого учителя, ну, семья, вот, то сама потом уже со мной разговаривает, там, потом уже высказал свое предположение, что может дело в деньгах, может быть мы вам скидку какую-то сделаем, я говорю, да нет, дело не в деньгах, мы просто решили там поменять и так далее, прямо-то уж ей не говорим, из-за чего, но нам немного не понравилась атмосфера, и там, кстати, есть свои минусы, учителя иногда начинали школьный урок с высказыванием, что вот вы там себя плохо вели, меня премии решат, премии лишат, и так далее, ну, то есть делились своими проблемами организационными с учениками, и это как-то неэтично, это неэтично, детям так говорить, дети здесь совершенно ни при чем, это у них все-таки в детстве откладывается, это неправильно, да, если со второй школы мы уходили уже, наверное, на последние классы, уход наш связан был исключительно с, наверное, двумя моментами, с тем, что у нас была истеричная зауча, она очень душевная, замечательная, но она очень истеричная, она очень истерила по поводу ЕГЭ, мы все умрем, и так далее, то есть вот, просто человек, который периодически кидался в слезы, и тем самым просто нагонял тоску и страх, наверное, на самих учеников, и думаешь, если ты сейчас плохо сдашь, наверное, да, то есть там вот реально, да, там реально, она фактически, если дети были с неурнавишенной психикой, наверное, у нее процент смертности от суицида был бы выше, вот просто такой человек, но она по характеру такая, она, учитель русского языка, литературы, то есть к ней, как к личности, нет никаких претензий, но как к профессионалу, как к заучу, она должна быть, наверное, чуть-чуть по жестче и по устойчивее. Ну, мы так считали, для наших детей должно быть что-то другое, поэтому мы забрали. на последние два года, ну, еще один фактор был, то, что в последних классах, как это частная школа, осталось три человека, то есть София, еще одна девочка и один мальчик. Это выпускной. И как-то вот эта тема по поводу выпускного, как я шутил, танго втроем, нас как-то не очень устраивало. Соответственно, мы ее перевели в третью школу, она как-то не между первой и второй, какой-то совсем другой, это тоже частная школа, но она с взглядом таким экстерном, с взглядом на какой-то европейский формат, еще что-то. Американский даже больше. Да, американский. Пящечки были такие же. Как в этих школах здесь. И там нацелено было на то, чтобы ребенок занимался тем, что ему нравится именно в первую очередь. Ну, и у нас дочь, в принципе, окончилась с металлью золотой школы. Ну, чем здесь все-таки разница? Да, здесь, смотрите, вы даже приезжаете с ребенком, который не разговаривает на английском, он разговаривает на русском, но вы отдаете его в школу и даже не паритесь, потому что у них проблем никаких нет, они привыкли к таким ученикам. И они просто, даже когда их спрашиваешь, они не видят в этом никаких проблем. Ну, представляете, вам в класс приводит ребенка, который никогда не разговаривал, ну, можно сказать, никогда не разговаривал на английском, а вы не видите в этом проблем. Ну, и так и получается, что на самом деле после первого дня мы спрашиваем детей, как прошло, все замечательно. А через неделю они, в принципе, разговаривают на английском. Ну, вот здесь, по крайней мере, в Naples у меня даже есть приложение, если, например, я не знаю английского языка, то у меня это всегда переводится на тот язык, который вам нужен. Здесь, кстати, здесь, кстати, у нас в Naples креольский язык, да, три языка продвигаются, это испанский, креольский и английский. В государственных заведениях иногда будут таблички на трех языках. Там английский, испанский и креольский. язык всегда переведете, как бы в этом... Вот, пожалуйста, есть такое некое отличие. Вот. А по образованию, конечно, это судят сами родители, знаете, кто, ну, как заморачиваться на эту тему. Есть мамы, которые говорят, что во флорде образования вообще никакое. Наши дети, конечно же, в любом случае очень сильные. У них очень хорошая математика. Если даже ребенок, к примеру, проезжает, ну, второй класс закончил, к примеру, да, то если он приедет сюда, то я думаю, что он легко может на уровне третьего уже, там, да, может кто-то четвертого даже учиться, потому что у него математика будет идти вперед, к примеру. Вот. Но мы в любом случае Тимофея отдали прямо вот класс в класс. Почему? Потому что, когда ты приезжаешь в другую страну и у тебя еще нет языка у ребенка, у него определенный такой стресс. А Тима у нас такой, ну, стрессовый тоже парень, и мы решили его не напрягать. Таким образом, он потихонечку, постепенно, несмотря на то, что у него математика сильная, отвечалась, но зато у него не было английского. И вот таким образом он потихонечку... Хотя мы могли его сразу через класс перекинуть. Да, но мы решили стресс не делать, а что надо, как говорится, догонит, переживать не надо. Самое главное, чтобы у ребенка, как говорится, нервы были в порядке, иначе дальше в будущем это будет только усложняться. Поэтому вот таким образом мы не стали его... Хотя многие родители конечно же, может быть, они так уверены сильно в своем ребенке, они прям перекидывают, и кому-то даже скучно становится. Тимофея не было скучно, ему было самое то. Вот, поэтому мы как-то это нормально пережили. А образование, это вот кто как заморачивается на тему. Кстати, вот в плане образования есть родители, к примеру, да, которые вот ты сейчас ЕГЭ не сдашь, вот не дай вовсе что-то случится, и вот ты там плохо сдашь, что мы будем делать, как ты поступишь. У нас с Артемом никогда, это лично у нас, никогда не было такого, чтобы мы детям своим это говорили, София тоже. Нам хотелось хороших результатов, но в основном мы говорили, но ничего страшного. Слушай, не сдашь это, это вообще не важно, не важно, вот, у нас никогда не было. У меня есть высшее образование, но оно мне, я им не пользуюсь, вот, то есть, и так же детям мы говорим, ну, откройте свой бизнес, будете бизнесом заниматься, как, ну, не так страшно это, это, как говорится, знаете, есть такая шутка по поводу диплома. Многие люди, которые не имеют диплома и никогда не учились, ошибочно полагают, что диплом это бумажка. Те, кто отучился, имеет высшее образование, четко знают, что диплом это картонка. Вот. Нет, ну, когда ты ставишь цели, точно знаешь, что ты хочешь, кем ты будешь, это хорошо, это прям, вот, есть такие дети, родители, но мы не такие, к сожалению, не знаю, к счастью, мы, 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 наверное, больше раздолбай, и можно так нас назвать, и мы постоянно сами себя так называем, вообще ничего там страшного нет. А у детей есть, кстати, процесс, ну, знаете, когда вы кому-то говорите, делать так, они делают наоборот, и вот у нас с детьми так же, то есть мы раздолбаем, и мы, знаете, просто как вы эти родители, и, по-моему, мы это уже рассказывали, мы, дочь, поехали, в школу прогуляем, поехали в Турцию съездим, отдохнем. Она говорит, нет, у меня предстоят важные экзамены, я не могу пропускать. Дочь, ну, давай прогуляем, ну, съездим вот на три дня, там, мы так хотим отдохнуть, да, поехали, вместе уедем отдыхать, нет, мне надо в школу, едьте без меня, я не поеду, вот у нас так получается, то есть мы, как это, на одном плече сидим, и давай прогуляем, давай это, она такая, ну, это София, Тимофей, в принципе, так же, Тимофей, так же. Девчонки, наверное, но девчонки учились только здесь, но они бы, наверное, рады были прогулять. Тимофей, мы всегда переживали, как, да, что он будет, ничего, сейчас на английском хорошо разговаривает, у него еще он испанский, они здесь учат, это как обязательно, да, испанский, и сейчас он изучает просто сам японский, он уже тоже на нем разговаривает, и, соответственно, знает наш язык, у него как бы база все равно сохранилась, потому что он приехал все-таки не совсем маленький, и он знает еще и наш язык, потому что девочки, в отличие, они, конечно, немножко, немножко, они немножко, конечно, уже подзабывают, и у них нет такой базы, ну, у них смешанный язык, много слов английских, вот, это, в принципе, вот, пожалуйста, школы, да, но если здесь говорить, опять же, про школу индивидуально, да, то есть, даже, как вы, если есть чем сравнить у вас, конечно же, если с простой школой, если вы в частные в России не ходили, вот, у нас, конечно, мы и в такую, и в частные, сколько штук перепробовали, знаете, у нас вот такой вот опыт, что, конечно же, мы можем сравнивать, и нам здесь, может быть, мне тоже, конечно, хотелось бы попробовать сюда водить детей в частную школу, чтобы было какое-то грубое образование, какое-то еще, да, но это вы должны понимать, что здесь для этого нужны деньги, в любом случае, вы должны платить ежемесячную какую-то сумму, вот, у нас нет возможности, поэтому у нас здесь ходят в паблик-скул, обыкновенную, и еще отличие школ, то, что школы, оборудованные, ну, автобусы, это большое отличие, школьные автобусы, это, безусловно, это целая инфраструктура, то есть, ну, просто как норма, у вас там, например, обычно, рано утром автобусы развозят хай-скул, потом идет элементарий, и самый последний, миддл-скул, да, то есть, ну, наверное, в разных аккаунте, по-разному, но, это такая целая инфраструктура, эти автобусы, больших количеств, все это, вот, прямо отработанная тема, ребенка довезут до дома, ну, исключение, там, может быть, если там, вы в одной миле живете, там, скорее всего, автобус не будет вас привозить, так вот, помимо автобуса, школа оборудована паркингом, и возможностью забрать ребенка, и привезти ребенка на автомобиле, то есть, карм-циркл, вот, я вспоминаю свою школу, где я учился в детстве, там, как такового паркинга, просто на территории школьного двора даже не было, в лучшем случае, там, под три машины, и то, наверное, директор ставил, вот, здесь же все школы оборудованы паркингом дополнительным, если говорить про хай-скул, то хай-скул оборудована громаднейшим паркингом, потому что там есть еще и паркинг для детей, то есть, кто учится там в 11-12 классе и приезжает на своих машинах, они там паркуются, вот, для этого нужно заранее, за год, в принципе, бронировать ребенку место, если у него уже, как бы, планируется, либо есть уже автомобиль, и он потом может, как бы, ему могут предоставить эту парковку, а так в России, в частных школах, нам сложно было припарковаться, по крайней мере, в нашем регионе, с парковкой проблема, ну, и я не знаю, как сейчас в России, может ли сейчас ученик приехать, там, 11-го класса на автомобиле, не знаю, это к вам вопрос, хотелось бы узнать, как сейчас, ну, и особенность, там же в основном, как в России, та школа, в которой я учился, в основном ставят школы, а вокруг жилой район, 9-ти этажки, 12-ти этажки, 5-ти этажки, и, соответственно, вроде как, эта школа рассчитана на тех людей, которые живут по кругу, и вот они все в нее пешком уходят, им, в принципе, это и не нужно, все рядом, а здесь это невозможно, а здесь, да, здесь, во-первых, если мы говорим, там, про одноэтажную Америку, эти комплексы, которые раскиданы, и просто, если вы поставите школу в середине комплекса, ну, у вас будет 5 учеников, да, то есть, поэтому, с большего района все это свозится, я просто помню, что в нашей частной школе мог ездить ученик на обед, к примеру, где-то десятиклассник, и то это была какая-то машина представительского класса, он был чьим-то ребенком, и, по-моему, он даже ездил, не будем наговаривать, но у него не должно быть прав, да, по логике, по возрасту, у него не должно было быть прав. а сейчас я не знаю, какие сейчас правила, но он ездил, во сколько там сдают, скольки лет сдают, то есть, я сейчас не знаю, ничего, что там происходит, поэтому, это, конечно же, вопрос к нам, было бы, к вам, было бы очень интересно, как сейчас вообще, есть ли такая возможность, ну, как при, вот 6 лет назад мы приехали, здесь это, в порядке вещей, это нормально, вот, что еще? Пауза, пауза, я хочу проверить, пишется, не пишется, сиди, как сидела, сижу, пишется, 37 минуты, отлично, длинное очень видео, конечно, получается, но много, даже есть, а тут может, нет, но даже это может остаться, в принципе, я думаю, ничего страшного нет, не будем вырезать, а что еще? можем затронуть отдельно тему, отдельно тему регистрации автотранспорта и получения водительских удостоверений, это интересная тема, то есть, ну, вообще, в принципе, так таковые, ну, назовем их чиновники, да, если в России их можно назвать чиновниками, вот эти вот представители службы, знаете, когда человек сидит всего-навсего, там бумажку какую-то оформляет, а он чувствует себя господином, ну, в принципе, там все господины, вот, ну, суть в чем? я не знаю, я не видела такого, ну, как, ты вот и приходишь получать права, ты сидишь, там, тебя все, ну, это что, это не дали, это что, здесь же, это по-другому отношение, и каждый человек, который занимается в этом, он просто обыкновенный исполнитель, то есть, он без власти, он просто работает по инструкциям, это примерно то же самое, что, я не знаю, ну, в актерши, да, то есть, вот, все то же самое, то есть, вы просто приходите, это просто административная, бумажная работа, вообще не имеющая никакого отношения, ни к власти, ни к чему, самое главное, сейчас не уйти в сторону политики, мы не уходим в сторону политики, это, это просто, наверное, вопрос, уровня, исполнителя, здесь, и исполнителя там, даже вот здесь, я уверен, в правительственных учреждениях сидят исполнители, они реально исполнители, они вершители судьбы, я просто имел опыт обращения там, и в районных, скажем так, администрациях, и так далее, так там, маломальский человек, какой-то там, начальник какого-то 25 отдела, там, вот, и он уже бог и царь, понимаете, есть у нас такое, есть, вот, здесь, если он выписывает бумажку, он просто выписывает бумажку, он не, там, принимает какие-то решения, он действует по инструкции, так вот, в случае получения прав, во Флориде, по крайней мере, настолько лояльны к эмигрантам, что, теоретическую часть по правам, а именно правила, вы можете сдать на русском языке, то есть, без проблем, на сдаче вождения, вы можете взять с собой, там, переводчика, без проблем, кстати, здесь все намного проще, и ты, если не сдал, каждый раз можешь, заплатить, еще там, и еще раз сдать, быстро сдашь, то есть, некоторые переживают, что приедем, вот, нам на права надо сдавать, это все очень быстро делается, ничего страшного, абсолютно нет, единственное, что выучить надо, чтобы у вас голова работала, там, вы все выучили, спокойно пошли и сдали, чтобы лишний раз деньги потом не платить на пересдачу, что еще? По машинам, по машинам, здесь нет привязки к мощности, ну, может быть, как-то это и считается, но, как правило, за машину, там, ну, 50 или 70, я не помню, долларов в год, и вы просто покупаете эту наклейку, которую приклеиваете к номеру, и продлевается тем самым, еще на год, и вы это можете, делать вплоть до по почте, то есть, опять вернемся к знаменитой почте, да, то есть, вы просто онлайн это делаете, и вам по почте эта наклейка приходит, вы ее приклеиваете к номеру, и все замечательно, вот, и, соответственно, что еще? Пауза небольшая, и, также с правами, если вдруг права не смогли в силу каких-то обстоятельств вам выдать, они вам пришли по почте, и в случае с страховкой, все тоже это делается онлайн, ну, почти все делается онлайн, номера, это тоже такая, вот у нас вообще в Аплорде номера только сзади, спереди даже номеров нет, и в теории, там, перекинуть номера с одной машины на другую, это тоже процедура несложная, легко оформляемая, но и нюанс, который я тоже всегда говорю, вот эти платежи за машину, они от дня рождения до дня рождения, если там родились, вы там в августе, соответственно, с августа по августу и платите, постоянно нужно будет платить, продлеваться, да, какие еще здесь службы, я даже не знаю, какие службы еще есть, свет, газ, вода, я не знаю, не, ну коммуналка все очень просто, приходит счета просто по почте и все, по почте оплачивается, не устойчиво, снять дом, аренду, стирка белья, вот, стирка белья, ну, просто у нас машинки, но, мы говорим про себя, то есть, вот везде, где жилье мы снимали, у нас везде была сушилка и стиралка, мы жили в России, у нас всегда была сушилка и стиральная машина, вот, здесь просто есть, некоторые комплексы, где отсутствует стиралка и сушилка в апартменте, да, например, она отсутствует, и на таком, знаете, принципиальном уровне, вы, вы не можете просто так ее установить, это, ну, и столько в кармане ее пронесете, потому что вам запретят это сделать, если это не ваше, даже если это ваше жилье, если комплекс это не подразумевает, объясняю для чего, потому что, в основном, при таких комплексах есть еще и платные лаундеры, и, наверное, это каким-то образом, подталкивает на заработок, именно на этих платных лаундерах, и они просто, ну, ну, и это риски же, то есть, у вас протекла стиралка, вы затопили соседей, соответственно, протечество, с другой стороны, кран может, есть у этих комплексов, все это регламентируется правилами, если запрещена стиралка, сушилка, то у вас там ее и не будет, и поэтому некоторые даже снимают жилье, там нет стиралки, сушилки, они вынуждены стираться там отдельно, я видела даже здесь белье на прищепках, у кого-то висели, там в домиках, да, в домиках, это нормально, я не знаю, как у них сохнет здесь белье, конечно, здесь очень такая сильная влажность, видимо, сохнет, раз на прищепках, под прямым солнцем, может быть, сохнет, да, а вот эти вот лаундры мы никогда не ходили, не стирали, ни разу не пробовали, но я, конечно, честно, не хочу, если, конечно, жизнь не приспичит меня, то, конечно, я пойду, ну, и вручную постираю, вообще, без проблем, а просто вот, никогда не ходила, конечно, не хочу ходить туда, потому что там иногда бывает, что стирают, и, знаете, собачьи какие-то там, лежанки, еще что-то, ты придешь потом, будешь стирать после этого, мне кажется, это не совсем рациональное использование времени, то есть, это же не за 3 секунды стирается, то есть, либо нужно куда-то уходить, возвращаться, либо просто сидеть там, просто если деваться тебе некуда, конечно, ты пойдешь, в любом случае, а так, ну, мы предпочитаем жилье выбирать, все-таки стиралку, сушилку, чтобы уголить, либо ты свою там покупаешь, если разрешено, если разрешено, так, что еще в плане бытовом, что еще у нас такое, даже не знаю, что еще рассказать, вот почта, самая прикольная, это такое, прям вот, просто в голове не укладывается, как тебе может документ прийти по почте, как он может прийти, вот, вот это вот немножко, да, сложно, что такое, могу сказать, даже ты как-то дико поначалу, потом привыкаешь, все, наверное, я думаю, больше не было вопросов никаких, ну, на эту тему-то, надеюсь, мы осветили, да, потовые, ну, в плане работы, я не знаю, как Артем, может быть, скоро сможет, расскажет, чем он занимается, здесь, как мы здесь вообще живем, иногда, наверное, нас слушаешь, и говорят, дома сидим, как вы вообще, ребята живете, на что вы живете, это, наверное, конечно, очень интересно, мы здесь не шикуем, у нас, как бы, у Артемовы бизнес, я вообще, как бы, дома занимаюсь, с детьми, вообще, домом, в целом, у нас возможность, такая, прям, заработать денег, но мы как-то здесь живем, в принципе, можем снять себе жилье, растить детей здесь, спокойно жить, и чем-то еще наслаждаться, ездить куда-то, отдыхать, что-то себе позволить, как бы, вот такая вот жизнь, и самое классное, это то, что для нас плюс, что здесь во Флориде, это вода, это влажность, для наших детей это очень обязательно нужно, я говорила уже, что у нас аденоиды, и все такое прочее, как бы, влажность, для нас влажность, это хорошо, когда сухо, это очень плохо, потому что, вот, последний раз мы в Лас-Вегасе были, когда, даже в феврале, нам было сложновато, у меня все там, просто сохло, я не знаю, у меня губы сохли, кожа сохла, волосы, и это было так неприятно, и настолько привыкла к этому, что влажность, поэтому для нас очень огромный плюс. Кстати, раз затронули тему бизнеса, можно еще немножко затронуть тему отличия бизнеса, так как у меня был опыт и ведения бизнеса и в России, и есть опыт уже длительное ведение бизнеса здесь. Ну, в плане регистрации предприятия, настолько все очень просто, то есть, если вы владеете предприятием, то нет никаких-то там, не знаю, закрыть его проще простого, вот, если оно вам не нужно стало. Воспользоваться деньгами предприятия тоже проще простого, вы можете их забирать без проблем, то есть, не надо никаких схем с обналичиванием и так далее, но ваше предприятие заработало деньги, все без проблем, идите, покупайте на них, что хотите, просто отчет правильно оформляете в конце года, в плане декларации, поэтому вот в этом плане бизнес, конечно, очень удобен. интересная тема, вот сейчас про декларацию начал говорить, в голову пришло, то, что ты здесь, в принципе, как бухгалтер сам себе, ты должен... Нет, ну можно нанять бухгалтера, можно нанять, это ты будешь платить деньги, вот, но люди в основном... можно не нанимать, можно самому все вполне сделать. сам себе бухгалтер, ты должен постоянно все вот эти отчеты вести. Можно частично нанять бухгалтера, то есть, на какие-то определенные действия, можно полностью нанять бухгалтера на все действия, а можно вообще все самому делать, и у нас масса знакомых, которые вообще все делают сами, и декларации, и так далее. Это определенный просто период, его нельзя пропускать, вас, конечно, уведомят об этом, но если вы это вовремя не сделаете, вы всегда должны все делать вовремя, иначе будет штраф. Интересный момент, штраф может быть не только в вашу сторону, штраф может быть в сторону налоговой. У меня был такой момент, когда случилась случайным образом переплата, они ее не могли мне перевезти обратно в течение там скольких месяцев, да, то есть, ну, как-то, не знаю, или, ну, не знаю, но они приняли то есть, мы заплатили, как должно быть, то есть, по расчетам все правильно, вот, но налоговая в какой-то момент посчитала, что, возможно, это был период коронавируса, и какой-то, какой-то платеж, они посчитали, что он лишний, то есть, по типичным правилам он должен был быть, но так как коронавирус, какие-то послабления, мы его не платим, да, то есть, это, по-моему, какой-то пени, которые я уже, был включен в декларацию, и я должен был уплатить, но они посчитали, что я не должен его платить, и тем самым, получается, у меня случился переплаты, так вы знаете, когда мне они возвращали эту переплату, они мне вернули не просто переплату, они мне вернули переплату с процентами, за то, что какое-то время мои деньги находились в них, они мне заплатили проценты, то есть, я получил денег больше, чем они мне были должны, то есть, налоговая, то есть, ты был в плюсе от налоговой, ну, не то, что в плюсе, я, грубо говоря, они мне должны были, ну, образно, скажем так, 500 долларов, а вернули 600 долларов, потому что, 100 долларов, они там посчитали в виде процентов, то, что, ну, они не сразу же мне эти деньги вернули, вот, то есть, вот в этом плане тоже справедливость, как в одну сторону, так и в другую работает, но если говорить про компании, то есть, соответственно, открытие бизнеса, это очень легко, заниматься бизнесом здесь легче, легче еще с той позиции, что малый бизнес, население, малый бизнес, да, население готово расставаться с деньгами очень легко, и даже когда вы сами здесь будете жить некоторое время, вы поймете, что вы уже платите за те вещи, за которые у вас очень не хотелось платить на исторической родине, мы сейчас платим здесь за кучу сервисов, и нормально к этому относимся, потому что кто-то тратил на это время, кто-то это создавал, все готовы платить, а за любую услугу и имеют возможность платить, соответственно, полезный, удобный бизнес, он здесь востребован, и на него найдется свой покупатель или имеется в виду клиент свой, заниматься с бизнесом, не знаю, ну кто-то, не знаю, на мой взгляд, очень комфортно, я думаю, мы эту тему затронем более детально, но мне нужно немножко еще времени, да, ему немножко времени, Артемка занимается простым бизнесом, у меня несколько проектов, чуть позже, я думаю, он расскажет, но ты все-таки больше, как бы, на видео, наверное, запомнился, как по IT, и очень часто задавали вопросы, не, но IT, оно всегда рядышком, это в начале, да, как раз ты делал сайты какие-то, вот, сейчас у меня другой бизнес, поэтому чуть позже он расскажет, но все, наверное, закончим на этом, потому что видео очень длинное получается, я надеюсь, всех хватит вообще досмотреть это видео, надеюсь, мы не были такими нудными, вот, надеюсь, мы раскрыли эту тему, с той позиции, по крайней мере, с какой мы ее видим, да, вот, судить вам, решать вам, поэтому, спасибо большое, за то, что задаете вопросы, задавайте еще, может быть, что-нибудь мы еще запишем, расскажем, если будет такая возможность, будет что сказать, так что, спасибо огромное, что были сегодня с нами, и, как обычно, мы увидимся с вами в следующем видео, ставьте лайки, пишите комментарии, если понравился, то очень-очень жирный лайк, пожалуйста, я буду всегда благодарна, и, не, ну, обратная связь, она всегда интересна, всегда прикольно, когда есть обратная связь, так что, всем до скорой встречи, увидимся с вами, пока, пока-пока,